Всем привет! Мы с вами в Леруа Мерлен. Новая Адыгея. Краснодар. Орхидей много. Сейчас посмотрим, что есть. Гипиастры среди орхидей. Очень большие, крупные цветочки. На первый взгляд, как и везде, белые, розовые. Ну вот, желтый интересный. Вот он даже почти бабочка без защипчика. Интересный. Ну, цены еще праздничные, хотя орхидейки уже вянут, портятся. Вот, про это. Сейчас пройду, посмотрю что-нибудь интересное. Вот. Это, по-моему, новая цена на старые орхидейки. Но их очень много. Где-то я видела здесь интересный. Манхэттен. Вот. Смотрите, какой. Сейчас я залезу в пакетик. Фокусируйся. Отодвинем. Вот у него лепесток. Не знаю даже, на что он похож. Хотела сказать, что похож на пирата. Но цвет совсем другой. Такой один цветочек мокрированный. Ну, они сами вот похожи на бабочки, только без защипчика. Вот перышки кабакам. Интересный. Ну, корнями у него все засушено. Ну, в принципе, нормально. Можно поедать. Только тут какой-то вот торф вообще коры не стало. В принципе, такой ничего себе цветочек. Похож на кимоно и похож на, не знаю, вот перышки у него тут. Все на свете. Интересный экземпляр. Красиво. А, ну, цена здесь другая. Красиво, хотела. Спрей-то еще одна крупненькая. Купите мне. Ну, пойдем еще посмотрим. Внизу вот тоже крупненький. Минички. Минички. Минички в основном белые. А, вот с этой стороны есть фиолетовые. Колоссяки. Ну, вот тут цена стоит 371, наверное, белые. А здесь 450. Светные. Есть также крашеные, видимо, белых было очень много. Их покрасили. Вот цена. Вот девочки мимо пошли и засмеялись. Говорят, это еще дешево. В Ашане еще дороже. Мультифлоры. Ну, простые совсем. Полосатики белые. И как бы не хотела уже снимать обзор, потому что вот в связи с известными событиями, говорят, поставки не будет. Ничего нового не ожидала. Здесь увидят. Будут продавать старые запасы. Кстати, даже праздничный завоз похож на запасы. Такие не очень свежие. Оркадейки нет. Сортовые. Так, посмотрим еще. Там еще вот есть стеллажики. Тут внизу очень много вот кимонок. Сейчас я поищу. Пилорик меня просила, моя хорошая знакомая. Ну, какие-то меленькие такие. Ну, яркие такие цветочки яркие. Немножко стюшка блюгнет, конечно. Ну, наверное, все выбрали уже. Потому что я пока наработаюсь. Уже говорят, и уцинки были очень хорошие. Там кто-то по 300 штук набирал. А я все пропустила. Посмотрим. Как дальше я буду. Тут что-то интересное. Сейчас посмотрим. Я вытащила. Мне показалось, похож на пилорик или бабочку. Но нет. Тут их... Они недозрели. Чуть-чуть недоделали. Вот несколько цветочков похожи на бабочки. Формой лепестков. Вот такой танк. Еще интересный не прокрас такой. Цветочек переливается. Такого нежно-розового он цвета. Ну, вот. На этом цветоносике все розовые. Чуть-чуть по розочкам. А вот второй цветоносик дал и беленькие листики, полоски. Ну, вообще, море белое и розовое. Как и ожидалось, в принципе. Это нижняя. Это нижняя. Это верхняя. Тоже белорозовый. С краплением темно-фиолетового. Ну, есть красивые кустики. Вот, смотрите, какой букетик. И вот здесь на столах похоже на свежие розовые. С пышком. Лампа висит сверху. Они розовые, они не сиреневые. А, вот. И на них чуть-чуть не забыла. Такие красавчики. Их изданка интересная. Вот такая крапушка. Зелененькие, зелененькие. Оливкового цвета. Целое поле зелененьких. Но это новые. Здесь не было таких. Резаводов праздничных. Пока я объезжала в другие магазины, возможно, сюда еще раз приводили. Посмотрим вот тут. Да-да, привозили ванды. Вот такая розовая. Белые стали появляться все чаще. Они были очень редко. Я только в конце прошлого сезона увидела первый раз живую белую ванду. Вот, пожалуйста. Они уже встречаются. Что-то не в каждом магазине. Там хлеб батра очень интересного цвета, зеленого. Но она дянет, к сожалению. Мелкие свиточки. Котлей. Сейчас найдем цветочек. Такой посвежий. Ну, красиво. Дендрофолинопсисы. Не поняла. Вот белая. У меня Лида Ермакова хочет белую. Пойдем сейчас на оценку посмотрим. Вот целая полянка кимоно. Неужели ни одного пилорика не найдется? Ну, какой интересный. Где-то нога, но правда, цветочек. Я так просмотрела. Нет, к сожалению. В пилориках нет. А если они и были, то их, возможно, выбрали. Такие яркие, они мелкие, но такие яркие-яркие. Ну, вот они. Ну, вот, не знаю, это оценки нету, пьяненькие цветочки. И оценочных стикеров нету. Ну, вот корзина, там даже цимбидиумы. Что я ищу, в принципе, заехала за цимбидиум. Нет, они не оцененные. И не продаются. Жду пицинку. Я уже и так к ним, и этот. Ну, вот красивый, да. Муженый такой. Ну, губа красивый, нежно-розовый. Но он не менее. Большой, большой. Еще один розовый, тоже большой. Тут еще ванга. Ну, она фиолетовая, она не голубая, конечно. Она фиолетовая. А вот это фиолетовая. Смотрится, как синяя вообще. Смотрите, наверное, такая же. Говорят, ничего страшного, что вот эти желтые листики, что у них цветоносы там. Цветоносы, когда пробиваются, они портят листик. Не знаю, я как-то с Вандами еще не подружилась. Не хочет у меня она. Зимой пропадает. Пару раз пробовала завести. Тут что-то мая стоит вроде. Так, одна мая. Очень шумно в магазине, как вы понимаете. Я не могу перекричать все. Когда мне говорят, что ничего не слышно. Ну, как вы в магазине с друг другом разговариваете, тоже же ничего не слышно. По крики. Пару разговариваете. Целое море. Белых, розовых. Идеек. Еще один целый ряд. Не на чем глаз остановить, честно вам скажу. Вот показывает. Поэтому обзор заканчивается. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина, канал Цветики. Пока-пока. Вот это соседний Ашан. Недалеко от Леруа. Новая Адыгея. Вот здесь оценки такие синие. Все мы знаем, что они крашеные. Что они на самом деле белые. Или даже розовые бывает красят. Ну, вообще, в связи, как вы знаете, с эпидемией по всему миру. Народы объединяются, носят маски. Хотя не все, ну, научатся хотя бы больные носить маски. Потому что здоровых они не спасут. Ну, поставки тоже, как бы, прекращаются. Я так понимаю, временно. Все цветочки старые. Ну, будем ждать новых, хороших времен. Свежих орхидей. Вот тут совсем засушенные. Всем желаю здоровья, добра и позитива. Мы все много пережили. Переживем и это. Всем спасибо.